Великобритания В ночь на 29 июля сотрудники белорусского КГБ задержали в санатории под Минском 32 человека. Еще одного на юге страны. По данным оперативников, все они являются членами неофициального вооруженного формирования, так называемой частной военной компании «Вагнера». Из открытых источников известно, что группа участвовала в боевых действиях, в том числе на территории Украины и Сирии. Кадры оперативного видео показали в эфире государственных телеканалов Беларуси. Позже СМИ опубликовали данные задержанных. Они оказались гражданами России. Проверку в их отношении сейчас проводит Белорусский следственный комитет. Ну что ж, свершилось, свершилось наконец-то. Наконец-то этот исторический момент настал. Терроризм и приобрел русское лицо. Белорусское телевидение государственное сообщает, что этой ночью задержали 33 россиянина, которые в лице организованной группы прибыли на белорусскую территорию. Вели себя подозрительно, надо сказать. Почему подозрительно? Потому что российские туристы так себя не ведут. Ведут себя тихо, водку не пьют. Разве это российские туристы? Нет, конечно же. Я бы тоже подозрительно отнесся к таким лицам. Назвали этих людей военными наемниками, бойцами частной военной организации. Правда, белорусское телевидение не произносило слово «Вагнер», то есть напрямую уж не указывало на Путина. Но всем понятно, что единственная частная военная организация, где воюют русские боевики, это частная военная организация, Пригожина, близкого друга нашего великого Пуу. Теперь мы уже прямо в Казахстане можем заявлять о том, что российская военная угроза имеет российское лицо. Теперь вслед за Лукашенко, который прокладывает своей волей путь к своему президентскому креслу, которому уже не осталось никаких других вариантов, как назвать Путина врагом своим. Иначе я этот ночной репортаж не называю. В общем, Лукашенко прижали к стенке. Белоруссия очень близка к прямому военному противостоянию с Россией. И надо признать, это победа политики Казахстана. Вообще все российские политики, которые мечтают о возрождении Российской империи, все они, конечно же, сожалеют, что Путин начал воевать сначала с Украиной, теперь вот практически уже начал войну с Белоруссией. Хотя все они указывают на то, что в первую очередь Путин должен был напасть на Казахстан, на Казахские земли, на Северный Казахстан. Я считаю, что этот итог, это есть блестящая политическая игра Назарбаева и его помощников. И это есть хорошо. Да, теперь Казахстан остается последней целью кремлевской имперской политики, но от этого никуда не деться. Что ж, теперь будем готовиться, тоже будем ловить этих вагнеровцев в Казахстане, обязательно, обязательно, ведь прецедент уже есть. Теперь не мы, казахи, будем первыми. Теперь мы будем лишь последователями белорусского лидера. Обязательно будем последователями. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч. Продолжение следует...